приветствую вас леди и джентльмены другие подруги с вами мордин мы продолжаем путешествовать зоне отчуждения проходим stalker хроники чернобыля так и нам надо отдать записки очевидца степаныч у степаныч у нас сука а степаныч он далеко ну и задачка у степаныча вспоминай голова много ли здесь зданий имеющих лестницу на крышу а если много тушь один этаж обыскать проблем не составит тем более что аномалии наверняка не у каждого такого здания надеюсь быстро найду этот тайник и как мы знаем как мы знаем друзья я этот тайник таки нашел ух сука так ну вряд ли будет что-то полезное нам пора бежать нам пора бежать потому что кто знает что еще может здесь нас поджидать вы знаете пока что модификация мне очень нравится к сожалению как вы уже заметили я пропустил день и может сегодня выпущу может завтра только выпущу что времени как всегда не хватает сука почему сумка только 24 часа этим вопросом я задаюсь давно уже знаете существует такая система сна интересная реально есть система сна дело в том что сон человека имеет фазы и на самом деле по-настоящему ты твой организм отдыхает только первые два часа вот есть такая система сна что типа человек спит в сутках 45 часов примерно и при этом полностью высыпается есть такой способ я даже одно время подумал как-то освоить это но я не знаю насколько это для здоровья хорошо утверждает что типа вообще проблем нет то есть наоборот для здоровья даже полезно типа ты лучше выступаешься но не знаю вот как-то руки все не доходят и типа у тебя тогда в сутках получается не там условные 12-14 часов да на все а у тебя получается ты высыпаешься и при этом у тебя еще около 19-20 часов для того чтобы как бы нагибать да правый так паслана степаныч здорово брат отыскал таки там были записки очевидца времен первой катастрофы вот так всегда по наводке на крупный приварок тебе достается очередное доисторическое барахло которое можно впарить только туристам и историкам да это за копейки ну что поделаешь больше ничего не было так бабло три с половиной тысяч и все да собственно говоря но и хер с тобой тоже неплохо неплохо же друзья неплохо я считаю так и вот тут мы понимаем что у нас да мне плохо слышал у которого девушка умерла значит вот как дело было шли мы по агробу как на зло не для дорого они находили дороговато прямо скажем же подземелье спустимся ну я подумал согласен золотой дороговато казалось позже зря не про то разговор сейчас у тебя с другой стороны да 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 это все продать да так по уму продать васёк резко ствол опустил а вот для этого а для этого чем купить можно чего 16000 мужики да вы чё чё за цены у вас такие все это говоришь и даже удивился ну поэтому мы не будем брать я не вижу особого глубокого смысла честно говоря сейчас для него прицел что-то больше не радуется что я обрез в руки и вдруг такой ужаса по тоннелю разнесся я чуть не выпустил все два патрона туда куда васёк убежал ну а вошу хрипит кто-то без первого васёк васёк и уже к нему идти хочу так сну вот так что когда я испугался и не оборачиваясь я думаю нормально это я думаю мы неплохо так притарились но у нас теперь айс вал есть точнее патроны на эйс вал пушка-пушка-то хорошее хорошее на обрезе просадил это по плюс у меня почему вот тут глючит что-то отображается что-то нет друг весьма странно раздался ладно в этом сука вечно бубните смех какой-то злорадный нормально все мужики не нагоняйте жути правильно не надо жути нагонять выше у нас получается ребят никаких заданий нету это жесть это жесть так не пойдет так торговля так ничего полезного для не да тоже так оставь меня в покое без тебя проблем а вот это интересно винторез расскажи что-нибудь о сталкерской жизни так ну понятно басни только одни да а как насчет ребят как насчет заданий каких-нибудь таких толковых он вижу человек со звездочкой какой-то местный шеф так сказать важная шишка нормально но все-таки лучше чем ничего до прицела нет ну блин я не хочу абы какой прицел хочу кое-что спросить работа есть не знаешь ничего про работу так может снова к этому местному бармену подойти может он что скажет степаныча и без тебя проблем хватает степаныча никакой работы для меня не имеется вообще никакой в принципе не имеется никакой работы блин тут еще и нет места поспать да тут нет такого привет привет брат да здорово здорово братишка здорово так но при тоже ничего нет может и торгуешь чем-то интересно ни хрена он ничем не торгует блин печальная хрень ребята мне вообще как бы работенкой какой-то рожиться как-то не знаю там ну что-нибудь такое а чё получается нифига что ли ни хрена подобного меня это не устраивает нам работа нужно нам хоть задание нужно чё так просто без дела тусоваться бабло надо поднимать сука тут них не будет походу ничего слушай вот у меня ситуация сложилась да я чё получается тут было одно дополнительное задание его выполнился и больше ничего это печально так не катит сидор где ты у сидоровича всегда задания были причем нормально у него так 234 задания не сказать что хорошо оплачиваемы но ребята это же сидорович когда у сидоровича вообще что-то хорошо оплачивалось по моему никогда а ну все ты думал что я не медвежатник приходи ночью к условному месту сам лично передать не могу решил заныкать и тебе координаты передать оба нес а вот это интересно а какого хрена это он мне я человеку ставлю задачу до расшифровать кпк он типа такой по рукам а теперь смотрите какая хрень получается он зовет меня в какое-то место в какую-то нычку куда он спрятал кпк и не объясняет чё к чему это это очень мутно чё-то сука я ему не верю вот честно я ему не верю для тех кто забыл напоминаю мы нашли кпк на теле погибшего сталкера который как-то связан с нашей истории и отнесли ее местному механику вот механик сучара какой-то мутный какой-то заброшенной церквушки он кпк который ах ты сука вот же пидор а я вот так и знал говорил же я чтоб ты не лез туда куда не надо мне гевара все рассказал так что не переживай за мою осведомленность тебя стреляли из svu пуля прошла насквозь донатер стрелял пацаны по-любому svu это донат хотя сука может он его на распродаже за варбаксы купил из тех знаешь кто купил на время они навсегда чтобы не отняли сука хитрожопый тип этот техник местный до пуля прошла насквозь по касательной не задел жизненно важных органов так что считай под счастливой звездой ты родился редко кто выживал после встречи с сушке повезло тебе еще и с тем что шелок со своей группы возвращались сходки на тебя наткнулись и вовремя оказали первую помощь а затем и сюда дотащили а фельдшер подлатал как следует иначе лежал бы ты сейчас твой белесый скелет и мило бы улыбался да скиф а как долго я в отключке был час или два же у тебя вот тебя накрыло да ты брат уже неделю здесь матрас давишь но ничего давай выхаживайся и еще тебя тебя очень хотел видеть гевара сказал что наслушал важную информацию для тебя да и шерлока с фельдшером не забудь отблагодарить ну ни хера себе ах ты сука гнида паршивая а ты сука подожди какой гевара я пойду сейчас технику пиздец поговорить надо с человеком ты вообще что ли опух дядя ты берега попутал он тут обитает по моему да это тот самый ты хер сука моржовый здесь же он или это другой бля это другой техник пёса босса подойди сюда есть разговор сокол клим небольшая просьба к тебе имеется ты ведь сейчас в сторону бара идешь мы знакомы в чем дело да так в баре сталкер один есть ему нужно ствол передать а почему сам не передашь тут 50 метров идти да к тому же откуда у тебя такое доверие к незнакомому человеку тут такое дело степаныч недолюбливает меня и лишний раз попадаться ему на глаза не стоит хорошо передам все равно по пути кому отдать оружие сталкер одному отзывается на имя хмур вечно чем-то недоволен суровое лицо серьезный вид найти его труда не составит ну хорошо дезерт игл сокола вот тебе реально повезло я не особо дезерт игл люблю небольшой фанат вот тут же сучара он сидел вот здесь этот пес короче а потом смылся реально такой черт сука я-то ему верил интересно насколько глубоко он во всем этом замешан по-любому на кпк была какая-то столь важная информация что ради нее он меня решил грохнуть либо он добыл эту информацию связался с какими-то людьми и они сказали что меня надо устранить короче это все равно очень мутно все ребят так же или в покое без тебя проблем хватает винторез где тут хмурый сука во ну здравствуй это тебя хмуром завод до до чего хотел тут один stalker наверное твой знакомый просил передать посылочку держи что где 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 ты это взял отвечай живо ты кто такой вообще откуда у тебя этот ствол спокойно за такое ведь и по мордасам можно отхватить человек один просил тебя передать соколом кличу нет этого не может быть это подстава какая-то спасибо доктор спасибо кто-то разыграть хочет в ловушку заманит в чем дело нормально можешь объяснить ты уж извини что я наехал просто нервы уже на пределе тут такое дело понимаешь я с книжкой сокола год назад и из этого самого пистолета и завалил ходку мы тогда отправились нас человек 5 было но живыми добрались только мы с соколом артефакт очень цены нашлись и тут на меня что-то такое нашло я достал этот именной пистолет и выстрелил прямо в голову у меня долги были расплачиваться как то нужно а половиной стоимости артефакта явно не хватит ну и не хорошо я поступил не по-человечески травить душу не буду вижу и так тебе хреново но ты же понимаешь что после того что ты сделал тебе никто доверять не станет уходил бы ты из зоны заменили пока кто-нибудь или голову за такое не оторвал а почему вы вдруг решили что препарат у меня к тебе последняя просьба хотя хрен с ним прощай сталкер раньше таблетки в лужу выкидывал они тонули а сейчас вдруг плавать начали следить за хмуром ну давай последим пока он никуда не идет не ну этот пидор явно не собирается никуда идти это я уже понял да бармен молчит что-то какие-то высоко все необщительные ну бля он по-моему никуда вообще не собирается идти так подойду я пока геваре раз там нихрена не происходит приветствую гевара здравствуй скиф сказал что у тебя для меня есть информация из нашего бункера что интересного знал есть что-нибудь стоящее ты меня не торопи я тебя все по порядку расскажу понимаешь какая тут штукенция вырисовывается ты ищешь то чем интересуются уже многие годы многие люди с большой земли ми-8 масса цру российская фсб белорусская кгб ну и так далее только не подумай что советская госбезопасность дремлет у нас к этому первоочередной интерес а ты знаешь что тут у нас бывший агент ну бывший не бывший а знаю всю поднакотную не только про упомянутые мною спецслужбы но и про всю зону был знаком и со стрелком ну да ладно и так уже много услышал так что тебя уже можно убивать не раздумывая что пожалуй сейчас и сделаю эй гевара ты чего это ж я клим слишком страшно да то то а в лагере говорят что гевара хоть и агент но его никто не боится и это правильно чего меня бояться знаешь я ведь не всегда таким был до поступления на службу в кгб это было семидесятых я жил в припяти учился в школе бегал с друзьями по стройке гонял голубей по крышам дотаскал яблоки со сливами с огородов был влюблен сосед в соседку свою звали ее они правда фамилию я уже забыл помню что на а так и жили а потом она уехала в киев и далее на восток а я хочу а я хочу опять по крышам бегать голубей гонять это дергать аню за косу всаживать ей по самые помидоры на ближний а на дальний в москву она уехала ну так так и осталось по крайней мере я так думаю а там кто знает куда на куда нас судьба заносит дело не в том просто мне кажется что до сих пор ее люблю а в то время тяжело было ее забыть но потом жизнь жизнь понеслась после школы техникума радиотехнический поступил затем в институт московский по специальности ну а потом служба в рядах советской армии отучился отслужил и устроился на работу в кб о вначале учеником был а затем дали должность электрика там проработал около года пока не встретил своего товарища который в то время работал кгб пошли в кафе отметить встречу посидели чуйку попили поговорили за жизнь а потом мне сказал что сейчас идет набор в новое подразделение кгб ссср как раз связано с электроникой и информационной безопасностью так говорит давай к нам а я говорю поговорю с кем надо чтобы всяких перепонов не было родственник у него понимаешь вы высокопоставленным человеком был подумал я да и согласился а что такого тем более по профилю моему да и вообще работать на благо родины это гордость прошел все необходимые процедуры и взяли работал начале в одессе затем во львове ну а как продвинулся по служебной лестнице то смог выбить себе местечко поближе к дому в киеве тут ведь до припяти рукой подать а потом что как вышел на тех кого сейчас ищем это странная группа появилась также неожиданно как потом исчезла все произошло очень быстро свидетелей практически не было кстати ты один из тех немногих кто стал очевидцем этого события в то время от взора госбезопасности ничего нельзя было утаить тем более что касается охраны и обслуживания стратегических объектов однако в данном случае мы ничего и никого не обнаружили тогда чтобы не поднимать панику решено было этот факт скрыть в стенах кгб охрану станции мы значительно усилили хотя как показали последующие события это не помогло далее была авария для обывателей была придумана версия о взрыве вышедшего из-под контроля четвертого энергоблока и назначены стрелочники но это для обывателей для нас же работа только началась ты просто не представляешь сколько здесь было сотрудников строжайшем секрете со всего союза сюда кандем командировались лучшие оперативники исследователи практически со всех управлений служим а также сотрудники различных закрытых ний связанных с изучением исследований чего-то там нового и необычного все перечислять очень долго да и знать клим это тебе ни к чему в результате активных поисков удалось обнаружить странные лаборатории напичканные непонятным оборудованием причем все лаборатории находились под землей но самое интересное отыскали в одном документе в нем было сказано что все это предназначено для серьезного эксперимента с ноосферой и если все пойдет по плану то проект будет реализован уже через пять лет с ноосферой я думаю это больше относится к научной фантастике и не применимо на практике я тоже так думал самое интересное что попытки найти хоть одного члена той группы оказались безуспешными для той поры это было немыслимо все стояли на ушах но факт остается фактом а через четыре года в связи с грядущим в стране переворотами появились более важные и первостепенные задачи так что стало не до каких-то там загадочных групп скрытых лабораторий и всего остального что было связано с этим странным таинственным делом политика одним словом кстати гевара здесь говорит через четыре года получается это пошли уже у нас как я понимаю события 1991 года развал ссср потом у нас 93 это соответственно падение раз фссср сфср да то есть падение коммунистической власти в россии революция пучи так называемые ну и жопа ну как я понимаю что касается гевары то наверное он либо некоторое время работал на сбу поскольку он сам родом с украинской сср да то есть скорее всего он остался здесь на родину но не суть важно так политика дам чем почитаем чем дальше сказал до кгб расформировали а в сбу я не пошел не пошел он присяга дается раз в жизни друзья помогли оформить выход на пенсию за что я им очень благодарен иначе даже не знаю чтобы сейчас был и где был и что делал мысль о таинственной группе ее работе меня не покидала никогда ей даже чем-то благодарен так как позволило мне забыть мою неудавшуюся любовь с перешедшими в сбу друзьями связи я не терял и через некоторое время они поделились со мной некоторой информации о том что якобы работа той самой таинственной группы возобновлена до похода дело с еще большим рвением так как новые условия способствовали более крупномасштабным опытом в итоге в 2006 году был проведен эксперимент который и образовал зону поэтому я решил вернуться сюда и довести когда-то начатое дело до конца и узнать таки что же произошло на самом деле правда как видишь уже в другом статусе так что это даже хорошо что у тебя с этим судьба связана знаешь вдвоем будет проще разобраться что к чему гевара ты умудрен опытом это видно как думаешь получится у нас докопаться до истины уровень подготовленности у нашего противника невероятно высок так что кто ж его знает как все сложится но унывать не стоит отрицательный результат тоже результат пока тебя не было я кое-что с помощью наших технических средств все-таки узнал значит так в бункере появлялись один тип который передал пд и доложил об устранении сталкера обладающего важной информацией значит это снайпер любитель свушек связан с командой бункера теперь становится потихонечку понятно откуда дует ветер клим я вот что подумал давай ка прогуляемся в пригород есть там одно место проверить боевого надо это было временное здание управления кгб думаю что там должно быть что-то остаться ведь в этом здании информация не только о стволах лежала документов всяких но и много чего что представляло особый интерес было убрано в сейфы да не напольные а замаскированные что под посторонних глаз скажем так я знаю такие наши нычки возможно что-то там отыщется нам сейчас любая информация нужна да без проблем нужно кое-что проверить да нужно нужно я не спорю а этот пидор как был он там так и сидит короче ему ему все хорошо ему ничего не надо ему ничего не надо то есть тот тип он ничего не собирается делать этот хмурый хмур ему до лампочки вообще что происходит просто до лампочки ему хорошо чего там за ним следить он ничего не собирается делать он как тусовался там так и будет судя по всему не знаю может он забаговался но следить за хмурым а хмурый за ним следить не надо. У него все отлично. У него все хорошо. Великолепно. Он сидит в баре, жрет водку и наслажается жизнью. Все хорошо. Все отлично. Давай, Гевара, веди меня. Гевара, Гевара, ты наш Чи Гевара. Как бы нам снова на СВУшника не нарваться снайперам. Не хотелось бы. СВУха-то пушка опасная. Это снайперка. Это та же СВД, считай. Да. Но зажимная. В Варфейсе, во всяком случае. Красота, сука. Что мне нравится в Сталкер? Это сочетание внешнего вида и музыки. Звуков, атмосферы, всего. Как-то позволяет забыться. Обо всем забыть. И просто погрузиться в это во всем. Погулять. Да, мир, конечно, достаточно суровый. Тут нельзя сказать, что так все безоблачно, хорошо, ничего подобного. Но, тем не менее, очень сильно расслабляет. Реально расслабляет. Порой хочется. Были бы моды еще такие, чтобы реально хотелось их все пройти и прям кайф ловил. Без лишнего гемора. Было бы вообще супер. Но, таких немного. На самом деле, я перепробовал. Ну, большинство вы этих не видели. Я перепробовал, не знаю, большинство, наверное, модов, которые вообще, ну, более-менее такие известные есть. Самые разные. Ну, запускаешь мод, короче, на первой серии вырубаешь уже. Еще понимаешь, что в это не хочется играть. Ну, вот этот мод такой прям, бодренький. Так. Сидорович пишет, сука. Ну, что скажешь? Ага, понял, понял. Сидора, короче, распродажа какая-то. Скидки 5%. Ну, это же Сидор, ребят. Какие у него сейчас скидки могут быть? Я удивлен, что он до 5 хотя бы дошел. Ага. Что, не взорвут? Сейчас берешь снайперскую винтовку, а я пока осмотрю помещение. Снайперскую винтовку? Какую снайперскую винтовку? А где тут снайперская винтовка, братиш? А, понял. Давай, отодвигай. Ну. Это я все понимаю. Как вот это отодвинуть? Это у тебя есть план на этот счет? Нет? У тебя нет плана? Гевара? Гевар, ты меня так не пугай. Пожалуйста. А, смотри, получилось. Ну, что там у тебя? Взял винтовку? Ну, как видишь. А ты откопал чего-нибудь? Нет. После катастрофы все увезли. Даже мебель растащили. Впрочем, я это давно уже все проверил. Сразу, как только в зоне появился. А тебя сюда привел для того, чтобы ты это здание обыскивал. Ты уж извини. Есть дело гораздо серьезнее. Я должен проверить одну свою теорию. Но об этом никто не должен знать. Понимаешь? Никто. И твоя задача это обеспечить. Что-то я пока мало представляю, что конкретно от меня требуется. Для начала пошли за мной. Винтовку при себе держи. Держи патроны. Тут недалеко. Как скажешь. Хорошо. Ты тоже, сука, какой-то мутный. Вы тут все мутные. Реально опасно с ними связываться. Херово знает. А ему можно вообще верить? Я херово знает. Нафига он мне дал снайперскую винтовку? Вопрос. Вот мы и на месте. Значит так. Видишь вон ту пятиэтажку, что справа от нас? Забирайся туда и выходи на балкон. Будешь меня прикрывать. Может объяснишь, что к чему? Потом расскажу, когда дело сделаем. А то пока мы тут с тобой разговариваем, уже мутанты набегут. Так тебя что, от мутантов прикрывать? В первую очередь от людей. Ты должен следить, чтобы никто, не один, будь то наемник или сталкер, не важно, чтобы никто не подходил на дистанцию ближе пятидесяти метров. Сразу стреляй на поражение. А насчет мутантов не напрягайся. Если набегут, то вон те аномалии мигом их раскидают. Ну тогда не будем ждать. Я занимаю позицию, ты приступаешь к своему делу. Занимай позицию и прикрывай. Получается, здесь где-то. Да, где-то здесь. Мне надо подняться наверх. Затем надо выйти на балкон. И соответственно, с балкона уже Гевару прикрывать. Сука, ну чем он таким, сук, занимается? Потому что настолько опасно. Ну ладно, выйдем. Нам-то что? Давай. Так, вот Гевара. Вот я. Ну давай попробуем. Ну что, братан, держись. Старый КГБшник. Задумал, что-то непонятно. Ух ты, сука. Хат шо, детка? Югят унда. Так. Я не знаю, вроде никого. Эти пидороги куда-то ушли. Наверное, с ними воевать-то не придется, да, как я понял. Геварыч? Ты че там втыкаешь, дружище? Устранить неизвестную угрозу. Да я с удовольствием, но как бы угрозы, как таковой, я понял, уже нет. Нет, есть. Где он там прячется, а? Уродец. По идее, он должен прийти, я должен его прикончить. Да, конечно, досадно, что они убегают, они тупо убегают, они не воюют со мной. Вот эти парочку ребят пытались воевать, но мы знаем, что это для них печально закончилось. Блин, теперь еще ждать, пока этот ухлепок придет. Хоть бы сбежал. Вообще, как бы мне засчитали. Нет? Ну, че, ждем? Других вариантов я не вижу. Вообще никаких. Да? Не, есть вариант, конечно, спуститься и найти его. О, бля, мне неохота этим заниматься. Поэтому похер, короче, стоит, тыкается у него хорошо. Так. Не, он сказал, что мутанты, если что, они как бы, это, не опасны. Типа, мутантов-то он сам, ну, эти, аномалии порву, точнее. Бля, где этот наемник? О, ёптвою. А сколько вас там? Это уже другие. Это солкачи обычные. Бля, ты решил меня совсем островить, что ли, дядя? Ты понимаешь, что мы тут местное население перебиваем все? Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, вот, например, зачем мы сталкеров убили? Гевара. А он там медитирует просто. Я не знаю, зачем он меня позвал. Он какой-то медитацией реально там, онанизмом занимается. Я тут один, сука, потею. За всю херню. Слышишь, ты что, наркоман, что ли? Признайся. Не говори, падла. Устранить неизвестную угрозу. Хорошо, устраняю. Угрозы нет уже. Тут уже, сколько, 7-8 трупов валяется. И, причем, трое из них, по-моему, вообще не при делах. Они никакой опасности не представляли. Ну, спокойно, мужики, подошли, трупики обыскать. Ну, че, лежат наймы. Ну, и хер с ними. Сталкеры, как бы они, ну, жизнь такая, немножко мародеры. Идут, чпонь, опа, трупы лежат. Хабарчик, Сидору, потом можно продать им, или Степанычу. Хуяк, подходят. Ну, нормально все. Ну, а тут, как бы, союзные войска. Бац, и все. Не зря говорят. Дружественный огонь, таковым не является. Бля, ну, где этот? Почему это? Слышишь? Че за нахер? Почему не засчитывается? Или еще кто-то должен прийти? Я не знаю просто, ребят, серьезно. У меня есть мнение, что вот этих я вообще не должен пострелять. Может, они вообще случайно пришли. Они ни при чем еще не. А я их опиздюлил на все сто. Я молодец, че. Я молодец. Да, походу придется спускаться, потому что похоже мне так задание не засчитают, пока я последнего полупидора этого не убью. Найми-то хреново. Не, ну не гаденыши, сука. Конечно, гаденыши. Нахер так делать? Че ты ушел-то, дядя? Я ж тебя с распростертыми, так сказать. Ждал, любил, обожал. Ты взял, сука, смылся. Где ты есть, пидор? Бля, я не знаю, где он серьезно. Бля, он ожил. прости, братан. Чего? Гевара исчез? А какого хрена он исчез? Я ничего не понял. А, ребят, я что-то неправильно сделал? Мне кажется, я все сделал, ну, нет, может, с точки зрения, как бы, не совсем правильно, но о чем мне оставалось? Этот тип не выходил. Мне пришлось самому выйти, натянуть его. И тут я узнаю, что, оказывается, Гевара исчез. Причем он реально исчез, понимаете, его не убили. Обратите внимание, его не убили. Он, по сути, это, наверное, живой даже. Ну, может, нет. Мы не знаем этого сейчас. Так. Но, это очень дерьмовая ситуация. Нет, мне кажется, подробно, даже не имеет смысла переигрывать, мне кажется, что, как бы, оно так и было задумано. Да, я вот этих мужиков вообще зря пиздюлил, серьезно, они вообще ни при чем уж не. Как бы так не получилось, что Гевара тоже мутный, у него свой интерес, и, короче, я, как всегда, дурачок. Да, как всегда такой, типа, все нормально, а на самом деле меня все поимели, все на мне нажились, техник, короче, КПК, считаю, мой присвоил. А вполне очень даже может быть. Это нормальная ситуация, это же зона. Тут, сука, никому нельзя верить. Аль Гевара, не Чи Гевара, сука, тем более, бывший чекист, хе, знает, какая у него там логика. Они люди такие, между прочим, чекисты, вы что думаете? Чекисты, да, а это ребята такие. Не, по сути, да, они занимаются благородным делом, но среди них столько вообще, как бы, типов, которым просто хочется в бубен надавать. Это единственное, что хочется сделать, если вы с реальными чекистами общались. Бля, какие-то ЧСВшные попадаются вообще среди них персонажи. Но в основном, это знаете, такие уже более молодое поколение чекистов, современное, ЧСВ просто жаскаливает. Они считают, что они боги на свете. Это пипец. Че, ну, как бы, если они так считают, как бы, ну, каждый считает, что, как бы, он бог на свете. Ну, второй после бога, да, это нормально. Но эти сюда подчеркивают. Все говно, мы молодцы. Вот. И это ужасно раздражает. Причем, особенность тем, сотрудников спецслужб, любых, вообще во всем мире, что, как бы, у них немножко другое мышление. Ну, не обывательское. Я как бы знаю, я с ними общался. У них немножко другое мышление, они, то есть, обычные правила морали, они, ну, скажем так, далеко не всегда распространяются на них. Но по-другому нельзя. Немножко по-другому они размышляют. Что, в принципе, обоснованно. По-другому, опять же, в их работе никак нельзя. Но, но, мне похер. Но их работал? Я и не занимаюсь. Я не против. Это как бы, ну, что, работа, работа, как бы. нужная работа. Тут ничего не скажу. Реально нужная. Как бы, в целом, ребята молодцы. Благородным делом занимаются. Так что, они должны быть. Но одно знаю точно. Гевара, либо попал в проблемы, либо просто пидор. Вот и все. По-другому никак не сказать. Либо просто пидор. Бля. Ты техник. Нет, ты явно не техник. А мне техник нужен. Наверное, он все-таки там был, среди, когда, где коридор длинный и много комнат. Блин, какие-то общежития тут одни, я смотрю. Общага, что ли, какая-то бывшая? Хер его знает. Так. Во! Штурман. Путин, здорово, я скучал по тебе. Так. Я вот думаю, может Вальтер взять? Ой, Сигзавр вместо Вальтера. Я не помню, какой из них лучше, честно. Вообще не помню. Надежность, отдача, удобность, отдача, да? Бля, ну такие цены, идите вы нахер, серьезно. 374 рубля. А этот 16 рублей. 184. Интересно, это окупится вообще? Это может еще, сука, и не окупится. Ремонтик. Бля, ну и цены, блин, вообще не человеческие. Я не согласен так жить. Хотя, кто меня спрашивает, сука? Так. Мм, подожди. Ага, ага, ага. Ага, понял. Ну, по идее, 45-ый, это помощнее будет, да? А, не, нахер, это я не буду одевать. В смысле, как бы, то есть, понимаете, меня вроде как, оно все устраивает, но, нифига, на самом деле, не устраивает. Меня устраивает отдача, потому что здесь она вообще лайтовая, она приятненькая, а там геморг полный, и я не согласен так жить, ну, нафиг. Так, надо пойти к бармену, местному этому, кстати, давай-ка посмотрим, что с хмурым там. Может, он все-таки немножко раздуплился, решил поменять место дислокации. Может, он теперь, не водку пьет, а пиво, кто знает. Заодно поговорим со Степанычем, продадим ему наше барахлишко, ну, и там посмотрим, что будет дальше. Блин, торгует всего один. Это плохо, знаете почему? Конкуренции нет. Нет конкуренции, нет скидок. Пидерастия, сука, да. Привет, брат. Сходки возвращались. Да, сходки возвращались. Боже, 16 тысяч я выручил, что-то. Нормально, ну, вообще нормально, претензий-то нет никаких. Я уважаю такую хрень. Не-не-не-не-не, не-не-не, подожди. Это я зря. А, что я сделал? Сам пойду. Здесь мне не шли. Ничего не сделал, да? Ну, я возле старого кострища расположился, тушенку открыл, фляжку достал, только приложился, а вдруг крик. Никогда не слышал, чтобы человек так кричал. Скочил, автомат схватил. Выбегом в деревушку эту, проклятую. Стоит посреди улицы, контролер. Тварь, поганая. Рядом комар. Идет и кричит. Короче, меня в покое, и без тебя проблем хватает. Да, он странно, отвечает. Он оборачивается, а там стоит кровослуж. Не знаю, что такое, ну, в общем, сочно. Так, следить за хмур... Это не надо, это в жопу, короче. С ним уже, в принципе, все понятно с этим хмуром. Во, сообщить Скифу о пропаже. Сообщи лучше Скифу о пропаже. Хмур, как бы, за ним не надо следить. Ему хорошо, он прекрасно что чувствует, и его жизнь великолепна. Приветствую. Скиф, вот ублюдки эти наемники, носом чуть-чуть, как шакалы. Только мы с Геварой начали собирать информацию, как они тут, как тут. Ну, я из всех завалил, тут моя совесть чиста. Вот только, куда Гевар родился, я не пойму. Так, значит, наемники переходят в активную фазу своих действий. Это не есть хорошо. Самое интересное из этого то, что удалось выяснить, так это то, что тот, кто сейчас возглавляет наемников, здесь, в зоне, а не в убежище. Это тот самый человек, что был в той самой группе, которая неожиданно появилась в 1986 году, и потом также внезапно исчезла. Так что, ответить на вопрос можно получить из первоисточника, пока он еще живой. Вот только, как выйти на него? Да и без боя, думаю, к ним не подступиться. А тут лагерь и народ мирный, вряд ли кто-то согласится на штурмы их позиций. Здесь ты прав, Клим, никто на это не пойдет. Но знаю, кто может тебе в этом помочь. Да, и еще кое-что. Для начала нужно брать лагерь наймов на севере локации. Насколько я знаю, оттуда идут все поставки снаряжения и проведения в убежище, так что для начала нужно разобраться с ними. Ладно, тебе виднее. Ты что-то говорил о помощи? Слушай внимательно, так как поддержка нужна, да и нехилая. Попробуй обратиться к лидеру долго. Они на наймов уже давно зуб точат. Да, в контрах всегда с ними были, но видать считают, что время еще не пришло, чтобы с ними разобраться, а может просто силы копят. Так что думаю, твое предложение их главу заинтересует. Думаешь, он прям вот так за здорово живешь и согласится? Думаю, не откажет. А тебе тут потихоньку поговаривать начали, причем в хорошем свете. Если найдешь правильный подход к вопросу, то штурман сразу же своих бойцов поднимет. Благодарствует, скиф. Подумаем. Мг. Поговорить с долгом, сука. Выброс. Найти укрытие. Ну, а черли делать? Давай укрытие искать. Вот сюда. Понял. Заодно можно немножко за хмуром понаблюдать. Ну, в принципе, у него все без изменений. Да. Но все это, друзья, уже в следующей серии. Сегодняшняя серия была больше сюжетная о разговорах таких вот прямо там мощно все, сука, оно развивалось. Непонятно, куда делся Гевара. Также мы пристрелили троих сталкеров, которые, судя по всему, никакого отношения к этому всему говняному замесу вообще не имели. Пацаны просто хотели поживиться. Но жадность фрая разгубила. Да. Поэтому ставьте лайки по желанию. Яйки чешите. Обязательно яйцо почесал и собак всегда безопасно лежит. Порошел взял и без последствий. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами в зоне отчуждения. Отчуждение.